МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Места сбора, которые сегодня есть в нашей контейнере, вообще это безобразие. Куда девать? Накопившийся мусор обсудили в общественной палате. Подробности у Анны Городновой. Резонансный новодел. Такой кадр-кадр, честно говоря. На историю появления темного дома свет пролил Дмитрий Аринин. Кудри, как у Неймара, а маникюр в цвет флага России. А в футбольной моде репортаж Альбина Слагараевой. Ливень, порывистый ветер, град. Вот что сегодня пришло на смену жаре в республике. На этих фото в соцсетях последствия. Градины от нескольких миллиметров и до 3-5 сантиметров в диаметре. По сообщениям очевидцев, побили постройки и машины. А в Казани дождем затопило улицу Восстание. Осадки выпали в Новосавиновском, Кировском, авиастроительном и московском районах столицы. Грозы еще будут, но при этом сохранится и жара. Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды. Местами пройдут дожди с усилением ветра до 17-22 метров в секунду. Утомленные солнцем отправились к воде на Изумрудном озере. Под Казани их встретил шлагбаум. В нашу редакцию позвонили возмущенные отдыхающие. На пляже Карьер от них требуют плату за въезд. И задаются резонным вопросом, на каком основании. Лина Зинатулина отправилась узнать, как современные Остапы Бендера осваивают новые горизонты в зарабатывании денег. И ее история получила неожиданную развязку. За деньги, что ли, здесь? Да. А бесплатно можно заедать? Бесплатно нельзя. 100 рублей и езжай прямо на берег. Таким предложением встречают посетители на озере Изумрудное. Рядом и плакат с концепцией благоустройства. Чем не повод для пожертвования? Большинство, не задумываясь, достает купюры. Кто-то, как мы, пытается узнать. А лицензия есть? Лицензия. Лицензия на части вязка. Какой же величок. А кто начальник? Начальник пока. Ну а что за фирма? Поставьте здесь машину, зайдите. Для тех, кто платить не хочет, есть альтернатива. Парковка вверху, 150 метров от пляжа. Правда, с утра в выходной день она уже почти полная. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. Остап решил исправить такое досадное упущение. Граждане, приобретайте билеты на вход в провал. Предприимчивость Остапа Бендера тут же вспоминается при виде такого прибыльного автопотока. О том, что законность такого сбора на Изумрудном сомнительная, отдыхающие, правда, знают и сами. Я девушка с ребенком, а передо мной стоит мужчина. Только исключительно поэтому. И мы бы не донесли столько сумок с игрушками, без машины, пешком. Мне проще отдать и спокойно заехать, не ругаться, ничего. И оттуда с ребенком не идти. Я как спасатель. А знаете ли, что вы... Ну, нам сказали, да, 100 рублей, мы просто говорим, вот так и так, сотрудники нас пропустили. Каждый год же одна тоже, по-моему, повторяется, нет? Плата за въезд, говорят, местные была, сколько себя помнят. Разные будки, шлагбаумы и люди. В 2012-м, например, плату просили парни в камуфляже. Ни раз незаконную деятельность по обращениям отдыхающих пресекала прокуратура. На очередных пляжных бизнесменов управа уже нашлась. По заявлениям отдыхающих, на место приехала полиция, составили административный протокол по статье «Предпринимательская деятельность без лицензии» и шлагбаум сняли. Надолго ли? В администрации Кировского района нам объяснили проблемы еще глубже. Те люди, которые съезжают вниз, это водоохранная территория. И съезжать туда запрещено. Там часть территории принадлежит муниципалитету, а часть там, я же еще раз повторюсь, водоохранная зона. Порядок на озере мог бы навести долгосрочный арендатор, но инвесторам место неинтересно. Прибыль только пару месяцев в год. Вопрос, что делать с автолюбителями, пока остается открытым. Лена Зинатольевна, Рамзель Гарипов, Александр Лобанов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Самовозгорание на фоне сильной жары – это одна из главных причин тления мусора на полигоне ТБО Влаишево. Огонь сегодня потушили, но проблема осталась. Как ее решать? Ответ искали в общественной палате. Республики Татарстан готовится к раздельному сбору отходов. И не только. Анна Городнова о грядущих переменах. Приходится только довольствовать с тем, что можно собрать, рассортировать. Пока в Казанском дворе на Ибрагимова лишь один контейнер для пластика. Были бы для каждого вида мусора – стекла, бумаги, пищевых отходов. Разделяли бы и их, говорят местные жители. К пластику, в принципе, мы достаточно быстро привыкли. Я думаю, что и с остальным не было бы проблем. Если у нас культура стремится быть ближе к европейскому, поэтому тоже надо приучить себя. Потому что природа задыхается от нашего мусора. Уже сегодня в России накоплено 100 миллиардов тонн твердобытовых отходов. По площади это как территория целой страны, например, Нидерландов. Полигоны и свалки с таким объемом мусора уже не справляются. Отходы нужно куда-то девать. Эта свалка в Лаишево мусор тлел двое суток и задыхалась вся округа. Стало понятно, такой формат утилизации отходов устарел. Там гаддиоксины все образуются, они все выделяются, все идут наказать. Это вот страшно. А если на заводе сжечь при температуре 1260 плюс очистные сооружения, никакого гаддиоксина нет на выходе. Ну, там одна-две молекулы. Отказаться от захоронения перспектива ближайших десятилетий говорили сегодня в общественной палате. Сбором, переработкой и утилизацией мусора должен заняться региональный оператор. В ближайшее время состоится вскрытие конвертов с поступившими заявками. У нас есть надежда, что все-таки до 2019 года, до 1 ноября 2019 года мы переход к новой системе обращения стыкова в республике осуществим. Но прежде раздельный сбор и накопление мусора сделают обязательным для всех. Пока пилотной площадкой станет авиастроительный район Казани. Там установят 200 контейнеров. Остается другой вопрос, кто займется переработкой. Производство продукции из вторичного сырья экономически невыгодно бизнесу, поскольку использование первичного сырья сегодня дешевле, чем переработка вторичного. Все, что не подлежит переработке, должны сжигать, а свалки рекультивировать. Представители завода сегодня рассказали, как продвигается обсуждение проекта. Все замечания и предложения, полученные в результате выкладки проектной документации, будут отражены в проектной документации, а также в материалах оценки воздействия на окружающую среду и будут направлены на государственную экологическую экспертизу. Общественные слушания по проекту строительства мусоросжигательного завода пройдут 28 июня в поселке Осинова. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Резонансная реставрация. В Казани обсуждает темное пятно, что бросили на улицу Островского. Соседний с Тюзом здание, где после ремонта открылось питейное заведение, встречает посетителей экстравагантным черным фасадом. Как ситуацию видят столичные власти? Свет на темную историю попытался пролить Дмитрий Аринин. Какая дабр-кадабра, честно говоря. Такими эпитетами в архитектурной среде клеймят новый фасад исторического здания на улице Островского. С мрачной раскраской и алюминиевыми дверями он теперь как будто не от мира сего. Островского 12 теперь стоит на этой улице с таким черным пятном. Большинство здешних домов имеют такую светлую радужную раскраску. И двери, и рамы на них тоже деревянные. Добавим, что слева и справа этого здания Тюзу, дом Бердникова, это памятники архитектуры. Сам очерненный дом, который до этого был под стать Тюзу, как сказано в документах, исторически ценная градоформирующая застройка. Здание около 100 лет. Когда-то здесь был магазин керосина. Большинство встречных нами прохожих от нового исторического облика не в восторге. Ну, мрачный, конечно. В свете всех светлых тонов он выбивается из общей гаммы. Это же не ритуальные услуги. Правильно? Нет. Она должна быть белой. Я не обратила бы внимания, если бы вы нас не остановили на самом деле. Некрасиво. Это портит внешний вид города. Повороты все кривые, дом не крашеный. Один из владельцев заведений, под который собственник здания сделал здесь ремонт, считает, что никакой порчи не было. Напротив, как говорит, снизу доверху все отремонтировали. Расцветка же, по их видению, совсем не черная. Я вот не считаю, что фасад черного цвета. Он серый, антрацитовый, модный. Сделан в лучших традициях Америки и Европы. Эксперты отмечают, такие традиции совсем не характерны для Казани. Да и на европейский стиль это не похоже. Это типичный такой новодел, который романтический, я бы сказала. Который они, значит, построили в классических формах. Но решили уже в этот маленький фасад вложить все свое представление о Европе, так называемое. На самом деле в Амстердаме, вот как это сейчас пишется, везде такого нет. Он выглядит как после пожара вообще. В духе модернизма фантазии могли дойти и до такого. Претензии же есть не только к раскраске, но и входу в здание. Появились алюминимые двери и одна на месте кирпичной кладки. К сожалению, этот объект среды был искажен именно в решении, архитектурном решении входной группы. В столичном исполкоме на наш запрос ответили, что в этой части Казани в отделке домов разрешено использовать оттенки постельных тонов. Работы же на Островского с ними никто не согласовывал. На сегодняшний день в управлении архитектуры и градостроительства Казани проектная документация на согласование фасадного решения указанного объекта, а также документы, подтверждающие законность организации входной группы, не поступали. По поводу этого факта столичная власть сейчас готовит обращение в Минкульт. В заведении же темного дома сообщили, если к ним возникнут официальные претензии, сделают как должно быть по правилам. Дмитрий Айринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. К другим новостям. Купят билет при необходимости, закажут такси и даже помогут выбрать гостиницу. Сегодня за работой консультационных пунктов ЖД вокзала в период чемпионата мира наблюдали наши журналисты. С какими трудностями в России могут столкнуться туристы и кто им помогает, расскажет Сергей Хайдаров. Вот так, стоя прямо в очереди, Матеус Полинский получает ответы на все интересующие вопросы. В отличие от сборной Польши, его путешествие по России продолжается, и теперь Матеусу нужно в Москву. Чтобы процедура была легкой и быстрой, практически все сделали за него. Я уже побывал в Москве, Калининграде, теперь Казань. К сожалению, время отбытия бесплатного поезда для меня неудобно. Решил купить билет на другое время. Хорошо, что ко мне подошла милая помощница. Пять минут и билет в руках, так что путешествие продолжается. Это яркое путешествие по России в разгаре для десятков тысяч туристов со всего мира. Многие в Казани впервые, как раз задача консультационных пунктов, помочь гостям чувствовать себя как дома. Чувствуете себя как дома, но не забывайте, что в гостях. Основные правила пребывания в нашей стране для иностранных туристов собраны в специальной памятке. Они напечатаны как на русском, так и на английском языке. И здесь указано не только, чего нельзя делать в нашей стране, но и даже как заказать такси и правильно выбрать гостиницу. Но самое главное, на обратной стороне здесь указан номер телефона, по которому иностранные туристы могут получить консультацию круглосуточно. На сегодняшний день поступило 62 звонка. Вопросы касались как и обмена и возврата билетов на чемпионат, так же работы городского транспорта, проживание в гостинице. Такие пункты, где иностранным туристам все расскажут и помогут, есть не только на ЖД вокзале. Их десятки по всему городу. Причем у самих туристов они пользуются популярностью не меньше сувенирных лавок. За время на чемпионате я побывал на многих играх и в разных городах. Ни разу не было проблем ни с такси, ни с гостиницей. Хорошо, что очень много волонтеров и почти каждый знает английский язык. Впереди в Казани еще три игры, а это значит впереди большая волна болельщиков. Советы, консультации им еще понадобятся. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Сегодня в халяль производства республики отправилась специальная комиссия. Она создана при Минсельхозе. После поручения президента проверить всю продукцию с маркировкой халяль. Более того, в комитете Дум уже задумывается об ужесточении правил получения сертификата. Без документа могут остаться смешанные производства. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдулин. Утятину по всем правилам ислама в этом хозяйстве выпускают без малого семь лет. Объем вырос до 200 тонн в месяц. Здесь считают, что мясо по канонам шариата делает не только молитва. На халяль должно работать все производство. Выращенные животные содержатся на халяльные средства. Вовремя выплачивается зарплата. И, естественно, забой происходит этого животного по всем стандартам халяль. Мясо, которое отсюда отправляется уже на продажу, например, в виде полуфабриката, маркируется специальным знаком качества халяля. А это значит, что оно не противоречит нормам шариата. Стикер «Халяль на продукты» в республике выдает комитет по стандарту «Халяль при Дум РТР». Итак, 13 лет. Когда я беру халяль-продукцию, я всегда смотрю на ярлычок, бренд, и обязательно бывает написано. Это знак качества. Это значит, что пища действительно достойна, пища хорошая, ее можно увидеть. В принципе, она же должна быть согласована с Думом. Поэтому, что русский, что татар, что чуваш, могут быть уверены. Были ли уверены на предприятии «Челны мяса» в том, что их свиной карбонат, тоже халяль, выяснилось на днях? Комитет потребовал убрать с прилавков всю партию товара. Рустам Миниханов поручил провести проверку. В итоге у производителя отозвано свидетельство. Если предприятие соблюдает все требования по производству и реализации продукции халяль, в этом случае мы не имеем права отказывать от сертификации. В данном случае идет проверка. Эта проверка покажет, каким образом будет готовность этого предприятия дальше продолжать производство и реализацию этой продукции. Чем заинтересована? Ну, с того времени, можно сказать. Пока идет проверка, фирменный магазин производителя работает. Правда, наша съемочная группа свиного карбоната не обнаружила. Эта продукция на самом деле изъята из торговли. Она аннулирована в размере больше 140 килограммов. В комитете же не исключают, что после инцидента со свининой получить право на этот знак качества будет сложнее. Более того, сейчас речь идет о том, что при смешанном производстве стикера халяль давать не будут. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Лаисовский район, Казань, Набережные Челны. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. Кудри, как у Неймара, а маникюр в цвет флага России. О футбольной моде репортаж Альбина Слагараева. Швейцарский журналист в гостях у ТНВ. О татарском гостеприимстве и татарстанских корнях молится Алмаз Гафиатов. С успешным проведением президентских выборов поздравил турецкую делегацию Рустам Миниханов. Раджеп Таип Эрдоган сохранил президентское кресло. Встреча с инвесторами и бизнесменами прошла сегодня в Казани. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Товарооборот между Татарстаном и Турцией в прошлом году вырос на 40%. Рассматриваются проекты в области энергетики, нефтехимии, машиностроения, в IT-сфере. Сегодня в Казани прошло годовое общее собрание акционеров сетевой компании. На повестке итоги работы компании за прошлый год. Главное – формирование эффективных отношений с потребителями. Повышение надежности электроснабжения достигается за счет внедрения новых технологий – умные сети. Банк Аверс снизил ставки по розничным кредитам. В среднем по потребительским кредитам они ниже на 1% пункт, а по ряду ипотечных программ на 0,5% пункта. Кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечным кредитам другого банка. Сейчас в банке Аверс можно получить по ставке от 9-25% годовых, а на приобретение парковочных мест от 7-9% годовых. Максимальная процентная ставка по основным ипотечным кредитам составляет 11-25% годовых, в зависимости от категории объекта недвижимости. Сумма кредита от 300 тысяч рублей до 15 миллионов рублей, а срок кредитования от 1 года до 20 лет. В базовой линейке ипотечных кредитов предусмотрена возможность приобретения различных видов объектов недвижимости. Начиная от квартир многоквартирных домов до домов с земельным участком, до дачных домиков, до просто земли, парковочных мест, гаражей, до комнат в квартире. То есть линейка очень широкая, покрывает все объекты недвижимости. Банк сохранил для клиента все преимущества своих программ кредитования, включая индивидуальный подход в принятии решений по кредиту. Снижение ставок будет актуально для многих клиентов в решении жилищного вопроса во время летнего сезона, с его затратами на отпуска и ремонты. Для будущих педагогов, химиков и энергетиков в вузах республики выделено больше всего бюджетных мест. Всего на республику в этом году их 16 531. О старте приемной кампании журналистам сегодня рассказали в Доме правительства. Документы начали принимать во всех вузах. В энергетическом университете стало больше бюджетных мест. Как на бакалавриате, так и в магистратуре. При этом выросла и цена обучения. В КФУ приемная кампания уже идет 4 дня. Еще одна новость. В сентябре откроется новый национальный вуз, где будут готовить специалистов разного профиля на татарском языке. Особая квота для детей и инвалидов. Инвалидов первой и второй групп, сирот и других категорий. Устанавливается вузом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест. Следующая это квота целевого приема. Далее на места в рамках контрольных цифр за вычетом особый и целевой квот. И в рамках договоров о показании платных образовательных услуг. Абсолютным парадоксом сегодня Ольга Васильева назвала ситуацию, которая складывается вокруг единого госэкзамена. Цитата. В стране действует ЕГЭ, который призван оценивать знания каждого ученика. Но фактически нет того комплекса обязательных знаний, который должен оценивать этот единый госэкзамен. Это абсолютный парадокс, заявила министр. Экзамен определяет то, чего нет. Конец цитаты. Приехали в гости, чтобы провести чемпионат мира по футболу не хуже. Сегодня городской пресс-центр Казани посетила делегация из Катара. Напомним, эта страна впервые получила право на проведение мундиаля 2022 года. Гости ознакомились не только с культурой и традициями Татарстана, но и техническим оснащением центра. Рассказали о том, как мы проводим здесь мастер-классы по культурной тематике, о том, как мы организовываем и проводим экскурсии. Их будет у нас за весь период более 40 организовано по достопримечательностям историческим объектам республики. О чем они очень были заинтересованы. Буквально вчера нам показали Казань-арену. Хочу сказать, что это один из лучших стадионов, на которых мы бывали с точки зрения комфорта и акустики. Конечно же, мы оцениваем не только стадион, но и весь город. Казань, как и Катар, очень компактный. Здесь много мусульман. В этом мы схожи. Пообщавшись с болельщиками, мы поняли, что им здесь очень хорошо. Наша задача создать такую же атмосферу и у нас. Чемпионат сделал из мужчин-модников. Они продумывают образы для похода на матч, выбривают на голове мячи и даже красятся в цвета символик любимых сборных. Но футбольная мода не только для мужчин. Женщины готовы к играм от кончиков пальцев. С такими стильными болельщиками и болельщицами познакомилась Альбина Асалгараева. Голову за голы решил отдать лишь адвоказов. Такую прическу он подбадривает нашу сборную после вчерашнего проигрыша. Долго выбирал прическу. Например, у Неймара он в этом году сделал для чемпионатов специально хорошую прическу. А Криштиану Роналду на каждую игру делает прически. Месси в этом году, я думаю, так себе и по игре. И по прическе, я думаю, не очень. Такая стрижка, к примеру, в Москве стоит от 3,5 до 6 тысяч рублей. По словам казанского мастера, ситуацией она не стала пользоваться. Футбольные прически в Казани были в моде и до чемпионата. Маленькие детки, конечно же, любят футбол. Они приносят мне картинки. После этого я начала узнавать всех футболистов, всех их прически. А вот Ильнар Набиев прошелся по головам австралийской сборной, которая базируется в Казани. Команду ребята уже стригли три раза. В кресле была и легенда австралийского футбола Тим Кейхел. Ножницы не дрогнули. Телефон нам доставать нельзя было. Никаких автографов, никаких фотографий вообще. Ну, полностью все закрыто было. Очень строго. Футбольная мода захватила всю страну в надежде, что это поможет нашей сборной. Калининградские мужчины также в тренде. Я болею за сборную Португалии, поэтому я хотел сделать прическу, как у Криштиана Роналду. Но, в принципе, получилось и головин, что тоже неплохо, потому что за сборную России я болею тоже. На первый взгляд наши мужчины могут показаться экстравагантными, если не учитывать, на что идут египтяне. Они на затылках вобревают портреты Мухаммеда Салаха. Эксперименты с внешностью кажутся норма для болельщиков. Ни тронутыми не остаются ни бороды, ни тело. Так, четверо друзей из Колумбии в Санкт-Петербурге сделали татуировки. И, кстати, футбольная мода касается не только мужчин. Украшать свою голову отчаянными прическами женщины не торопится все чаще против нарисовать символику на ногтях. Например, волкозабиваку или флаги разных стран. Наш маникюр тоже получился очень патриотичным. Альбина Слагараева, Андрес Интальцев, ТНВ «Казань». В Швейцарии стало ближе к Татарстану. Спортивный корреспондент издания «Дербанта Медиа» сегодня посетил нашу телекомпанию. Родившийся в семье учителей морец Марталер имеет татарские корни и приехал в Казань для изучения местной культуры и жизни. О том, как встретили швейцарца на ТНВ Алмаз Гафиатов. Чемпионат мира по футболу это еще и прекрасная возможность увидеть иностранных коллег, обменяться опытом, пообщаться с ними. Вот, например, из Швейцарии приехал к нам спортивный журналист Морец. Морец, добрый день. Добрый день, привет, как дела? Хорошо, у тебя как? Welcome, проходи. Улыбчивый парень из Швейцарии Морец до этого знал о Татарстане немного. В основном информацию про спортивные достижения наших клубов. Его тезка Морец Бауэр играл в рубине. Сейчас задача корреспондента проникнуться в нашу культуру и быт. Все, что я слышал о Казани до этого, оставило у меня только позитивные эмоции. Но хотелось увидеть все самому. Спасибо чемпионату мира за такую возможность. У вас здесь все на высшем уровне. Чувствуется, что вы радуетесь жизни. Морец чувствует себя здесь как дома. Еще бы, корни молодого журналиста связаны с татарами. Сегодня в Женеве существует целая татарская диаспора, в которой числятся 200 человек. Практически все они являются представителями новой волны эмиграции. Прабабушка, прадедушка. Они были рождены в Швейцарии, но у них есть корни из Татарстана. Татарские корни. Вот она об этом слышала. Ему еще интереснее было приехать в нашу страну, в нашу республику и увидеть нашу культуру, познать ее. Швейцарского журналиста интересует все, что связано с татарами. Начиная от спортивных увлечений президента, заканчивая языковыми и религиозными особенностями нашего региона. В Америке, Австралии, их очень много везде. Они есть и во Франции. Самая, знаете, вот скажем, одна из крупных диаспора, которая сохраняет язык и культуру, это, конечно, Финляндия. Успешные выступления швейцарской сборной на чемпионате мира отходят на второй план. Морец из Казани и Татарстана увезет главное – историю своих предков и информацию о современной жизни татар. Весь собранный материал он по приезду опубликует в большом материале в издании Дербанта-Медия. До завершения мундиаля гость обещал посетить наш город еще раз. Дудук, барабан и каменный хор. В Казанском Кремле сегодня гала-концерт международного фестиваля «Музыка веры». В программе – духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках. И прямо сейчас на концерте наш корреспондент Лина Зинатулина. Лина, здравствуй. Какие ноты звучат сегодня в Кремле. Лина, здравствуй. Госпел. Как видите, желающих все это услышать. Сегодня полный пушечный двор, не одного свободного сидячего места смотрят концерты и иностранные болельщики. Об идее фестиваля «Музыка веры» нам рассказали. Этот фестиваль, он является собой уникальный симбиоз того, что называется, ну, по сути, того, что называется толерантность. Он учит людей, учит именно, как полюбить друг друга, как пустить в сердце чужую интонацию, чужую веру. Может быть, и тогда она становится родной и близкой. Особенно дорого нам то, что мы в таком роскошном историческом интерьере находимся. Действительно, музыка объединяет, где еще азербайджанские и азербайджанские мотивы прозвучат в университетной игре и споет за рабом на одной сцене. Исполнитель «Тибетские чаши» Анна Благова. Сегодня дудук, тибетские поющие чаши, этнические барабаны. Хочу напомнить, что фестиваль «Музыка веры» стартовал в Свияжске с православной музыки, и сегодня он не кончается. Он завершится в Болгаре 21 июля татарскими песнями и мусульманской музыкой. У меня все. Спасибо, Лина. Это было включение из Кремля, где проходит гала-концерт «Музыка веры». Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Я же с вами прощаюсь. Дали прогноз погоды, а я выйду в эфир 21.30. До встречи. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. В среду синоптики прогнозируют жаркую и безветренную погоду, но местами возможен дождь. Подробнее после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики переменная облачность. Временами пройдет дождь. Температуры по-прежнему высокие. Плюс 30. На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге, также местами ожидаются дожди. Тут температуры немного понизились. Плюс 28. На севере Татарстана. Менделинский, Агрызий, Менделеевский. Облачная погода с прояснениями. Местами с дождем. Плюс 28, плюс 30. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Временами дождь. И 28 градусов выше нуля. Переменная облачность и на юго-западе Татарстана. Но тут без осадков. 29 градусов тепла. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, временами пройдет дождь. Синоптики обещают 28 градусов выше нуля. В четверг температура немного понизится. В Казани будет солнечно. Днем местами возможен дождь. Температура воздуха плюс 27-29. Ветер с северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров артудного столба. Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. До свидания.